Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, ну и напоследок, сегодня ситуация в Белгородской Народной Республике, где РДК, Легион Свобода России и Сибирский батальон, а также уже нужно говорить о Ичкирийцах, которые воюют вместе с ними, освободили уже два населенных пункта. Да, то есть, если с утра я был один, то вечером уже Козинка поднят флаг, поднят, и точнее, у них же у каждого свои флаги, да, тоже надо понимать. Вот, мы уже видим бойцов в этом селе, населенном пункте, видим бойцов Сибирского батальона с их флагом ВСР и РДК, соответственно, с их флагами над крышами домов, то есть, да, выбили оттуда, несмотря на вот этот, я бы не сказал, что яростное сопротивление рашистам, и скорее яростное сопротивление авиации рашистам, потому что они закидывают ту же Козинку просто фабами, да, то есть, они бомбами уничтожают это село, вот как, как Маренко. Вот, кстати, сейчас население вот этой Козинки, они могут на себе, собственно, испытать все прелести, все прелести того, что произошло в той же самой Маренке, в Угледаре и так далее, в Солидаре, десятках других городков, городов, в Бахмуте, которые просто снесены с лица земли, Мариуполь снесен с лица земли, там, жизни, как таковой, сейчас нет, ну, несерьезно, да, то есть, получается, что вот жители отдельно взятых российских поселений, и сел, назовите это как угодно, сейчас вкушают, вкушают те плоды СВО, как они говорят, которые они полностью поддерживали, и поддерживают, и голосуют за Путина, ну, в Козинке, конечно, там не было никакого, не было никакого абсолютно, скажите мне, голосования, естественно, вот, как и в Грайвороне, как и в Белгороде, город был пустой, ну, вообще, голосование у них чушь, потому что Белгород, например, город абсолютно пустой, ни одного человека на улицах, да, там постоянно какая-то бомбежка, что-то происходит, что-то взрывается, а они рисуют там 80% проголосовавших, ну, абсолютно идиотизм, понятное дело, что выборы фейковые, но сейчас не про выборы, сейчас о состоянии на вечер, да, так вот, на вечер по состоянию два населенных пункта освобождены, один Козинка, второй, как оно, Гвардейское, я забыл, как оно называется, у них там постоянно, Чегороховское, Чегордейское, не помню название, вот, небольшое поселение, там тоже на границе с Украиной, вот, и то, и то освобождено от расистов, несмотря на все усилия, так сказать, расистов, каким-то образом повлиять на ситуацию, они не в состоянии, что они сейчас делают, я вам скажу, что они сейчас делают, они все закидывают кабами, как вот эти свои, освобожденные уже от расизма, от путинизма, населенные пункты, так и населенные пункты, с нашей стороны границы, в Сумской области, то есть сейчас туда летят, просто стирают с лица земли несколько сел, в Сумской области, откуда сейчас идет эвакуация, есть видео, кстати, все фото, видеоматериалы, как обычно внизу, в описании к данному ролику, есть, можете посмотреть у нас на телеграм-канале, их там довольно много, там и по Сумской области, и по Белгородской народной республике, вот, Белгородской народной республике, еще раз говорю, Белгород вымер, Грайворон вымер, из Грайворона вообще там произошла эвакуация, не государственная, заметьте, нет, государство вообще не помогало людям, драпали каждый на своих машинах, сосед подразил соседа и так далее, бежали таким образом, официальной эвакуации не было, как и из Белгорода, вот, город пустой, никого нет на улицах, что совершенно естественно, единственное, что можно по этому поводу сказать, что до тех пор, пока будут продолжаться бесчинства расистов, на земле Украины, соответственно, ожидать, что мы будем очень толерантны, как мы были вот, два года, в отношении населенных пунктов, на территории фашистской федерации, ну, ожидать, наверное, не стоит, да, это будут ошибочные ожидания, таким образом, в любом случае, ребята, мы вступаем в новый день, с таким, знаете, запасом очень хорошим, что, уже, два, села, две деревни, назовите, как угодно, путинцы, на своей территории, не могут, тупо отбить, еще там, хороший вопрос, что там в Теткино происходит, там сейчас тоже бои идут, туда этот, местные гауляторы, носа не кажут, полиция разбежалась, ФСБ разбежалась, нагнали армию, а армия ни черта сделать не может, вот так вот, так что, два населенных пункта, с претензией, еще, возможно, будет третий, все будет Украина.